здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал пневматическое отопление церквей значит для того чтобы вы правильно все понимали и значит разобрали в чем собственно идет речь в чем собственно дело для этого я вам рекомендую для начала посмотреть ролики артема войтенкова на канале познавательное тв значит серия называется тайны храмов вот у него значит есть несколько роликов на эту тему обязательно посмотрите он ходит по вот таким заброшенным церквам и смотрит и практически во всех он обнаруживает в стенах вентиляционные шахты значит как бы смотрел интересно все это и тут бах встречаю я в книге в одной которую я вам сейчас зачитаю кое-что из нее для чего эти шахты были и и что же это такое пневматическое отопление вот значит вот так вот выглядит эта книга опять таки к ней я возвращаюсь очень интересная книга ребята читайте очень классно он здесь все расписывает как там даже главы есть как она соотношение наших церквей этих болгарских церквей постройка фундамент все 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 сходится везде одна технология так ну давайте значит перейдем теперь непосредственно то что я нашел из выше из выше приведенных описаний видно что белая палата так значит белая палата это она где-то возле казани там находится это древний болгарский храм из выше приведенных описаний видно что белая палата имела подпольный этаж в которой был ход внутри подробного описания этого этажа мы не имели до 1888 года когда были опубликованы исследования господина казаринова напечатанные во втором выпуске 6 тома известный известий казанского археологического общества из этого сообщения оказывается что подполье было устроено только под центральной крестчатой частью здания и назначалась она не для чего другого как для пневматического отопления для этой цели в стенах была устроена целая система жировых каналов для проведения нагретого воздуха в подполье открыта и развалившаяся обширная печь в 2 и 3 четверти аршина в диаметре и в один и в полтора аршина в вышину к сожалению нельзя было определить подробности конструкцию этой печи и направление дымовых ходов так как стены здания выше уровня земли ныне совершенно уничтожены описываемая господином казариновым отопление не было исключительной особенностью белой палаты подобные подпольные ходы и трубы говорит автор мне встречались и в других раскопках в болгарах например на месте где предполагают существовали ханские палаты здесь также оказались подземные каналы расходящиеся в разные стороны и глиняные трубы заложенные в стенах где горизонтально где вертикально тоже найдено и в развалинах белярска крестьяне разбиравшие груды строительного мусора в белярском городище находили в остатках старых стен много подобных ходов и вставленных в стенах по разным направлениям труб по словам некоторых крестьян здесь же оказывались и следы печей открываемые печи походили на наши русские но по всем отзывам было были гораздо больше наших да еще удивляло крестьян то что от них печей расходились трубы по разным направлениям значит такая-то такая вот статья казанского университета кому будет интересно находите читайте сейчас с этим делом проблем нет подобный способ отопления существовал у римлян применение к баням так например в помпейских термах устраивалось особое отделение нагревания стопку внизу из которой горячий воздух распространялся под полы банных комнат утвержденные на столбах вышиной в два фута посредством труб приводился вверх прямо в бане в частных помпейских домах не найдено не печей не дымовых труб исключая пекарни в теплом климате жилые помещения нагревались солнцем а в более холодное время переносными печками нагреваемыми древесным углем в средней и северной италии во времена империи стали строить печи той же системы как и в банях то есть под полом откуда нагретый воздух проводился посредством труп под под полы и в стены величский быт грек и римлян такой-то такой-то страница такая-то таким образом болгарская система система отопления публичных зданий по-видимому напоминает римскую на этом предположении я позволяю себе остановиться и еще более потому что осматриваем помпейские пекарни пекарные печи в 1863 году я нашел в них большое сходство с нашей русской печи то же самое чело с полукруглой аркою и шестком та же дымовая труба идущая вертикально к верху впереди чела тот же пап под шесток в виде двойной полукруглой арки ниже шестка куда у вас кладут ухваты и другие печные орудия я помню меня с первого раза поразило такое близкое сходство древней римской печи с настоящей русскую а теперь думаю что это совпадение едва ли случайно если кухонная печь так долго сохранила у нас свой первоначальный тип почему не допустить что и более сложная система центрального подвального пневматического отопления могла сохраниться у болгар с незапамятных времен как как общее с римской системой в северных холодных странах печное искусство должно цениться выше и успехи достигнутые в этом отношении должны быть устойчивее чем в жарких странах где в жизни народа печь играет второстепенную роль поэтому применение сложной системы центрального отопления жилых помещений едва ли могло быть занесено в камскую болгарию из южных азиатских областей то есть ребята перевожу вся технология пришла от нас туда у турок такая система могла найти применение в банях которые не были их собственным изобретением а были заимствованы заимствованы со всей обстановку от византийцев как достояние классического мира тип кладки белой палаты не был определен ни одним из древнейших пис ее писателей об этом можно судить теперь только по догадкам принимая однако же во внимание черты этого здания сохраненные в описаниях и рисунках можно думать что стены и и были возведены по тому же способу какой мы видим на сохранившихся болгарских постройках то есть толща стены была сложена из неправильных камней втиснутых в массу цемента а снаружи была правильная облицовка из массивных тесаных камней это мы видим в рисунках паласа и его сочинение на рисунках шмита облицовки с тем уже не существует но остается находящийся под ней массив стен подтверждающий что они были сложены не из сплошного тесаного камня камня следовательно рисунок паласа относится к рисунку шмита также как ныне существующая башни четырехугольника так ну ладно на этом заканчиваю значит ролик читайте читать очень много очень интересно он все здесь приводит что никакое никакие тюрки никакого отношения ко всем этим постройкам не имели все они одного типа он здесь описывает даже столицу этой орды сарай то есть постройки были древние стояли до них спасибо за внимание ссылку оставляю подписывайтесь на канал до свидания